Всем привет, с вами Картелага и мы продолжаем нашу серию обзоров электровозов семейства ЧАЭС. Сегодня у нас целых два электровоза, это ЧАЭС-1 и ЧАЭС-3. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами давайте откроем меню покупки и почитаем про данные электровозы. У нас, естественно, будет общий пак, где будут доступны электровозы ЧАЭС-1 и два электровоза ЧАЭС-3, а также будет патроновский контент, где будут доступны две электроматрисы на базе ЧАЭС-1. Начнем, естественно, с публичного пака, так что давайте перейдем в меню покупок. Итак, в меню покупок данные электровозы все стоят отдельно, они не сгруппированы. Вы можете наблюдать, вот у нас ЧАЭС-1, вот у нас ЧАЭС-3 первый и дальше ниже ЧАЭС-3 второй. Давайте, наверное, по порядку, да, ЧАЭС-1, смотрим, что у него. Предельная скорость у него 140 км в час, мощность 2334 кВт, тяговое усилие 190 кН. Скорость погрузки 1, выбросы 67, вес 85 тонн, довольно легкий. Дата постройки с 1958 года, срок эксплуатации 8 лет. Что про него пишут? ЧАЭС-1 это прототип широко распространенного в СССР электровоза ЧАЭС-2, то есть на основе него был построен ЧАЭС-2. Было создано несколько версий прототипов, самый массовый из них тип 41Е2. В основе электровоза ЧАЭС-2 и ЧАЭС-1 лежат лицензионные швейцарские локомотивы Винтер-Цёрд. Надеюсь, я правильно прочитал. А что пишут про ЧАЭС-3? А по характеристикам он отличается мощностью. У него уже 2800, он по-моему... Нет, по весу он такой же, 85 тонн и доступен он с 61-го года. Питаем ЧАЭС-3, это по сути улучшенная версия ЧАЭС-1 с более мощными двигателями. Ну, что в принципе логично. Соответственно, следующий ЧАЭС-3, который мы видим в списке... Где он у нас? Вот он. Здесь всё то же самое описание. Единственное, доступен он уже с 1970-го года. В принципе, всё здесь понятно. Давайте, наверное, теперь осмотрим их внешне, послушаем звуки. Ну, звуки, я думаю, такие же, как и в первом обзоре. То, что мы с вами смотрели по ЧАЭС-2. Но всё равно давайте послушаем. Так, сначала давайте мы послушаем звуки. Вернем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше смотрим Подача песка на тележке Подсветка Тележек все это имеется Все хорошо Здесь у нас поручни есть, но двери как таковой нет Так С этой стороны Ну как бы дверь есть, да, то есть окна все просматриваются Все очень и очень классно, прикольно Ну и прожектор, соответственно прожектор Я думаю даже нет смысла смотреть Ну давайте посмотрим Немножко у нас подлаги, вот видите, ну прожектор Да, мы стандартно сделаем А смотрим теперь крышу У нас здесь присутствует сифон Сифон сделал очень интересным способом При помощи глосса, да То есть вот эти вот ребра эти добавили Это у нас а-ля вентиляция Даже не вентиляция, это, возможно, а радиатор охлаждения Здесь у нас подача воздуха Пантограф, в принципе, остался таким же простым За исключением вставок Вставки стали более интересные Более такие Ну поинтереснее они ставили, да То есть не просто, да Как вот ЧС-2 был там Просто кубик, да, и все с наложенной текстурой Нет, здесь уже вставки сделали поинтересней Посимпатичней Дальше у нас идет некое оборудование Я, боюсь, не знаю, что это за оборудование Здесь у нас Что у нас здесь? Кабель питания Шунты, которые мне так понравились Очень-очень интересно сделаны шунты Прямо вообще по красоте А я думаю это, скорее всего Обычная плоскость, да, примененная И текстуры некой петли с применением глосса Ну вообще очень круто, молодцы Шунты великолепно сделаны То есть кабель питания Все это здорово Выглядит все отлично Армированная сталь тоже хорошо выглядит, да Даже и сказать, собственно, и нечего Все очень-очень хорошо Здесь добавить Мне больше даже добавить нечего Хорошо сделан электровоз, не могу ничего сказать Перейдем теперь к кабину Итак, вот наша кабина Пульт у нас отличается Да, давайте посмотрим, что у нас здесь Я так думаю, это поворотные тумблера Я не могу ошибаться, но я думаю, что это они Но они сделаны здесь в виде текстуры И поэтому, может быть, это какие-то приборы Я думаю, все-таки это поворотные тумблера Здесь у нас тоже некие тумблера Дальше у нас идет, скорее всего, это ручной тормоз Вот такие, кстати, приборы Я помню в свое время Я работал на трамвае Татра Там были такие же приборы Ну, Татра у нас тоже из Чехии Поэтому были такие же приборы И были они довольно интересные Необычные и интересные Дальше у нас ручка реверса Возможно, некие кнопки Рукоять тяги Все понятно, да? Здесь у нас стоит вот стандартный прибор И радиостанция Стандартный спидометр Там дальше давление тормозов Хотя вот здесь вот тоже, скорее всего Есть и давление тормозов И амперметра и тому подобное И сама, собственно, радиостанция Также присутствует индикация Следующего светофора Или блок участка, правильно сказать Машинец у нас бедный опять стоит Бедолага А этот, он сидит на гананаху Вообще не обламывается Здесь ничего не обламывается Погнали внутри Теперь посмотрим Внутри у нас пресс Все то же самое Как и в ЧС-2 было сделано Немного оборудования Здесь вот некий воздуховод Здесь тоже ручки у нас есть Да, то есть А вот здесь у нас вот щель Ага А вот здесь у нас есть щель небольшая Ну, не криминал С этой стороны щель вина Ну, с этой стороны ее не видно И отлично Вот А так, я просто тому То, что как бы Сюда люди, ну, редко заходят Да Прям вот так вот внутрь Поэтому, ну Видите, все равно сделали они Ручки Ну, здесь соответственно Все то же самое Опа Здрасьте А вы что тут делаете? Что вы там были делаете? Что вы в вагон не проходите? Не хотят на них в вагон проходить Надо в вагон чуть лететь А, ладно Так, с этим, собственно, все понятно У нас сзади Вот это вот Типа жалюзи Я не знаю, что жалюзи Не жалюзи Тут у нас ящики, наверное, с предохранителями Это либо В... Господи, вытяжки Либо лампы Скажите, все-таки лампы Хорошо С этим электровозом у нас все понятно Перейдем теперь, пожалуй, к следующему электровозу А именно к ЧС-3 Итак, вот он наш ЧС-3 За номером 24 По отличительным особенностям Ну... Сейчас посмотрим, конечно Раскрашу поменялся Я надлежусь на ЦМСК Курск Ну, я не могу сказать, что он как-то сильно прям изменился Ну, здесь у нас розетка появилась Наверху по крышевому оборудованию особо изменений я не наблюдаю Ну, по сути, ЧС-3 это тот же самый ЧС-1, только с более мощными движками Ну, а так, в принципе, особо изменений я как таковых и не вижу Единственное... Вот здесь вот я вот вижу какие-то дополнительные трубки Вот это я же увидел Хорошо Кабина Глянем кабину Ну, кабина у нас без изменений То есть кабина какая была, так и осталась Ладно, давайте посмотрим следующий ЧС-3 А вот этот вот ЧС-3 уже изменения прям бросается в глаза Ну, во-первых, да, у нас тут буферные огни уже другого типа стоят Да, вы можете увидеть Они как бы тоже такие ламповые С лампами накаливания, но здесь вот некая защита стоит Буфер немножко, по-моему, поменялся Не буфер, а отбойный брус По-моему, немножко он изменился Соответственно, раскраска Дальше Дальше Западно-сибирская железная дорога Барабин Наверху у нас изменений особо нет Посмотрим вот так вот у нас Смотрите, отражатели очень красиво сделаны Думаю, что звоночек, а это эти ванильные переезды Ну, в принципе, все Посмотрим, наверное, что у нас в кабине изменилось Да, здесь больше изменений не вижу По крышевому оборудованию тоже особо изменений никаких не вижу То есть в основном изменения коснулись буферных огней Ой, как быстро, ой, как быстро Погнали в кабину Ну, в кабине особо изменений тоже нет От слова совсем То есть только чисто внешнего Немножко изменили и все Хорошо, это то, что касается нашего публичного контента И сейчас мы с вами перейдем снова в меню закупок И осмотрим уже патронский контент Где будет доступно два электровоза ЧС-1 Которые сделаны в виде электроматрицы Переоборудованные, скажем так Итак, вот он наш первый ЧС-1 электроматрица Они, в принципе, по ходовым характеристикам, я думаю, одинаковые Единственное, один был в советское время Потом мы его переделали уже под РЖД Так, читаем Предельная скорость 140 км в час Мощность 1172 кВт Ну, правильно, зачем им мощность закатается один? Он пояс за собой не таскает Тяговое усилие 95 кН Вместимость 9 человек Скорость погрузки 3 Выброс 63, 80 тонн Доступен с 83 года Описание здесь примерно такое же, как в ЧС-2 Ну, давайте уж прочитаем, потому что мало ли Может кто-то не смотрел обзор по ЧС-2 Итак, некоторые ЧС-1 Переоборудовались под электроматрицей Которые используются начальниками железных дорог В качестве передвижного места работы Часть оборудования из руководителя удаляется И вместо этого внутри создается кабинет И места для перевозки людей Итак, это вот у нас первая электроматрица И дальше идет у нас вот такая вот уже в синих цветах По сути, я говорю, ничего в ней не меняется Единственное, доступна она становится только с 91 года Потому что она идет уже как приорудованность к РЖД Давайте обе глянем Начнем с советской Ну и посмотрим, что с ней будет Вообще, как она выглядит Итак, вот она наша электроматрица ЧС-1 за номером 73 Ну, сразу видны изменения Они прямо бросаются в глаза Во-первых, буферные огни у нас тут другие Совершенно Да, у нас тут появился Красный буферный огонь Появился слева еще один Буферный огонь типа Ну, сбойный Я не знаю, может быть это Для чего-то Для чего-то Не знаю, для чего Ну, для чего-то Отбойный брус Скал красного цвета Нету розетки у нас, заметьте Ни одной, ни второй Но шланги Они остались Дальше по бокам у нас, соответственно, поручни Окна все открыты Принадленность РЖД У нас там люди сидят Что-то обсуждают Сзади, естественно, горит Красный буферный огонь По оборудованию изменений у нас нету По крышевому Глянем кабину давайте Кабина, понятное дело, что совмещена с пассажирами Обратите внимание, кстати, посередине у нас сейчас Сколько прижимает моя Вот этот поворот Ладно Обратите внимание, в середине у нас стоит стекло Да, не перекладин Там и как она не стойка, а именно стекло И индикатор перенесли вправо Это у нас индикатор следующего светофора Дальше, также пульт у нас немножко изменился Он стал немножко попроще Рация у нас прямо вот возле тяги Господи, как рукоятка тяги Реверс, соответственно, перенесли вправо Объявили кнопочки Ну, кстати, приборы стали, по-моему, получше Не особо разглядываются, но получше стали Дальше мы тут видим линолеум лежит Линолеум лежит, мать моя Вот, некая полочка И дальше пассажирский отсек идет Здесь у нас диваны а-ля как в пазике Я помню, в пазике такие были кожаные диваны В старом пазике Дальше мы переходим в следующий отсек Здесь у нас вроде как двигатели должны быть Однако, однако, вот не вижу я здесь кабинет Видите, у нас двери тут открываются Пантограф подымается Все Все по-взрослому Единственное, он у нас реверсивный И поэтому он когда-то отправляется Соответственно, у него Пантограф местный не меняет И остается спереди Хотя должен быть сзади Вот это, кстати, можно было бы и исправить Да, то есть, чтобы он все-таки разворачивался И убрать у него реверсивность Реверсивное движение Так, на чем я остановился Я остановился на том, что должен быть рабочий кабинет Вы помните, если вы не помните То обязательно посмотрите по ссылке сверху Есть обзор на ЧС-2 Там в ЧС-2 в электроматрисе Был сделан полноценный кабинет для начальников Здесь же только у нас пассажирский отсек Впереди и сзади, а в середине У нас что-то Что-то с клеткой Клетка для начальников, хорошая идея Так-то, в принципе, все понятно В целом, конечно, сделано все очень красиво Классно, да, шторки Шторки у нас такого слегка объем имеют Маленький такой легенький объем слегка имеют Думал, что прозрачные Нет, они не прозрачные Это просто тени падают на них Так, в целом, в принципе, добавить мне нечего Выглядит она очень и очень хорошо Прикольно Могу сказать одно, прикольно выглядит Давайте глянем теперь следующую Это тоже самое ЧС-1 за номером 73 Но уже при надлежности к РЖД Итак, вот наша электроматриса Естественно, сразу в глаза бросается Стал другой цвет Стал синенький такой Но это тоже самое ЧС-1 за номером 73 Внешне, я думаю, ему вряд ли что-то изменили Единственное, добавили РЖД И здесь у нас по оборудованию особо ничего не поменялось Ну так, в принципе, особо изменений я и не вижу Единственное, обратите внимание, здесь буферные огни у нас уже отличаются Видите, у нас нет уже лампочек Кстати, да, лампочек-то нету Здесь уже такие, то есть, на основе отражателей Там отражатели, эти галогены, наверное, стоят и тому подобное А, ну и также у нас тут еще стоит мигалочка Мигалочка если стоит, но она, к сожалению, не работает Хотя была прикольность, она работала Но игрой это не предусмотрено К сожалению, игрой это не предусмотрено В принципе, как-то так Это что касается патронского контента Более, в принципе, добавить уже нечего Пять локомотивов, пять электровозов Три из которых будут доступны в воркшопе И два будут доступны за подписку И нам осталось, как говорится, лишь подвести итоги В принципе, добавить особо что-то нечего Электровозы сделаны очень неплохо По сути, они также сделаны на базе ЧС-2 Мне, предстоит, понравились фантографы, что сделали более интересные вставочки Также понравилось, что у данного ЧС-3 они немного заменили буферные огни Ну и электроматрицы Немножко меня, наверное, расстроили В первую очередь расстроили тем, что нет никакого кабинета для начальства Обычно пассажирские места И ничего особенного Это как-то, ну... Мне это... ЧС-2 в этом отношении была интереснее А на этом я, наверное, буду заканчивать Спасибо вам всем за просмотр Пишите свое мнение о данных ЧС-ах А что понравились и они вам не понравились Что вам больше понравилось А вот снова фантограф поднялся, это круто Ну а я буду с вами прощаться Впереди у нас новые обзоры электровозов ЧС Увидимся с вами в следующих обзорах Не забывайте подписываться, ставить лайки Ну и, естественно, писать комментарии, как же без этого Все, ребятки, еще увидимся Пока-пока